Скажем, ребенок учится до 11 класса, и разговоров о том, как он будет зарабатывать денежку, на сегодняшний день практически нет. Это некие встречи с представителями институтов и так далее, и так далее. Но это не есть система. На самом деле, вот то, о чем я сказал про профориентацию, это очень важная государственная проблема. И три года назад наш президент дал указание разработать целевую государственную программу в этом вопросе. Но три года прошло, а ситуация никак не изменялась, и, видимо, она меняться не будет. В бюджете страны есть доля образования. Если эта доля является 4% ВВП, то тогда образование развивается плохо, но оно не падает. Вот 4%. Если свыше 4%, вообще больше 8% ни у кого нет. Самый высокий уровень это в Канаде, насколько я знаю, 8%. А, соответственно, если меньше 4%, то оно плавно загибается и идет, так сказать, к своему какому-то нулю. Так вот, у нас не по этому году, а по 2018 году в доле ВВП 2% образования. Поэтому мы стоим с вами в школе, где нет укрытого спортивного зала, а он здесь нужен. Тысяча детей. Тут должно, вот здесь, вот на этом поле должно находиться огромное здание, чтобы могли и начальная школа отдельно, и средняя школа заниматься спортом. Ну, это как минимум. У нас есть территория. Сегодняшний губернатор, я считаю, Беглов, он четко заявил нам, для того, чтобы выровнять упадническую линию в материальном состоянии школы Санкт-Петербурга, нужно построить 240 новых школ. 240 из 800, это 25%. Это их надо построить, чтобы мы не упали во вторую смену. Но мы видим, что эти 240 школ не строятся, ну, по каким-то причинам.